выдалась редкая возможность снять финскую сауну такие сауны финны делают в обычных квартирах многоквартирных домах в гостиницах апартаментах отелях и так далее вот такая вот сауна хочется просто посмотреть разные подробности например начнем с двери стеклянная дверь поставлена на деревянные косяки косяки деревянные и здесь . тоже деревянную кнопку петли вот такие вот это заглушка пластиковая видно что уже немножко на подколото а снизу вообще заглушка отломана но зато вот такая вот петля стеклянная дверь крепится на болтовом соединении здесь эти петли по всей видимости вкручены в косяку этот косяк из натурального дерева или ничем не обработан или обработан чем-то таким незаметным наличники наличники как бы крашеная и уже не гармонирует с кафельных душу замочек на стеклянные двери используют такой закрывается важная особенность финской сауны что касается дверей дверь беспорожная то есть здесь под дверью расстояние где-то больше десяти сантиметров я думаю сантиметров 12 как мы знаем что финская сауна так устроена что там важен воздухообмен вентиляциям поэтому финны не делают пороги обязательно свежий воздух должен поступать под дверью сразу заодно покажу вентиляцию сначала вот еще что хочется отметить что хотя внизу нет порога но по всему периметру стоит уплотнитель резиновый то есть получается когда дверь закрыта то здесь воздух вообще не проходит по бокам сверху воздух идет только снизу вот так вот финны делают в квартирных саунах так они делают дверь так ну раз мы начали про вентиляцию тогда посмотрим сразу вентиляция все то я захожу в эту сауну здесь наверное она примерно метр ну максимум метр восемьдесят если даже меньше на полтора метра на шириной и вот вентиляционные отверстия вверху сделаны раз и два вытяжка почему не разные то есть над печкой вот такая вот такой диффузор вентиляционный здесь над полком вот такой вот стены обшиты вагонкой довольно качественной интересно что здесь сделаю про дух там виднеется какой-то фольгированный материал потолок обшит и посмотрю как снизу снизу тоже труду и где-то с сантиметра полтора расстояние здесь то есть воздух ходит за этой вагонкой вот это что касается вентиляции так теперь что дальше посмотрим печка печка как обычно уфинов harvey harvey и тут разные характеристики показаны то она регулируется здесь пока не разобрались как это работает но наверно не трудно вега здесь она включается то есть здесь не розетка а здесь на винтах подключена видимо вот из соображения безопасности даже сюда вода плеснется то ничего не произойдет печка харви подвешено и стене камни лежат интересно что за порода рассказать сразу не могу на карельский габрадиабаз чуть-чуть похоже на чем-то отличается все таки не знаю не скажу что за камни вот тенны видны между камней интересно если на них попадает вода то что с ними происходит но по всей видимости особо ничего не происходит вот так вот здесь вот установлена печка печка harvey посмотрите сверху то так вот это выглядит дальше полок вот у нас полок стоит есть скамеечка выдвигается и по ней можно забираться на полок высота трудно сказать но так навскидку наверное высота метров шестьдесят здесь на метр двадцать второй полок доска скорее всего а баш скорее всего но тоже нас не так и не страшно и во всяком случае я не могу сказать точно и вот сделан полок что касается освещением то как видим здесь нет какого-то потолочного освещения вообще наверху нет освещения но есть вот такой вот защищенный светильник то есть там стоит обычный светильник но защищенный для влажных помещений и плюс он еще закрыт таким деревянным ящичком получается если вода брызнет то у нас здесь жалюзи стечет так как у нас держатся полки здесь мы видим что бруски на скорее всего или на анкерах или на дюбелях вот у нас на болты поставлены прикручены к стенам русские где-то пятидесятка в них сделаны вырезы и поставлены вообще оцинкованные трубы финские какие-то и вот эти оцинкованные трубы сороковка я так думаю по диаметру и на них уже установлено установлен сам настил что интересно настил съемный то есть его нужно поднять унести мыть чистить заменять нижний ярус сделан также дам совершенно верно тоже бруски тоже стоят трубы на трубах этот этот настил съемный но из-за того что перила прикреплены здесь к стене вот из-за этого этот настил снять не получится так просто нужно будет откручивать саморез хотя бы один но там в этой части не закреплено хотя может и планировать так вот устроен полки в этой сауне от стены до стены вот так делают здесь около стены еще спинка доски чтобы не пачкать вагонку стены наверно очень мне нравится это вот перила эти перила и делают чтобы можно было ставить ноги может быть и вот так класть и тогда пар будет как раз греть ноги перец очень хорошо сделано вот так это выглядит это и защита получаются от печки ну и можно ставить ноги не на шурупах она деревянных как они называются забыл в общем на деревянных палочках это собраны здесь не крепится финны используют саморезы в основном со звездочкой очень часто я вижу все-таки они лучше видимо вкручиваются чем с крестовым шлицом который больше распространены в россии непонятно для чего вот это вот палабашка прикручена возможно что для того что для защиты чтобы совсем не снесли эту загородку ногами может быть так термометр обязательный элемент причем видно что он сделан из сосны или из елки и смола немножко потекла от жиры термометр рассчитан до 140 градусов вот такая вот финская баня точнее сауна такой вот небольшой удалось сделать обзор можно иметь представление о том как реально это фильм делают и вот такой вот у них есть еще запарник думаю литров на 5 и такой ковшичек чтобы подбрасывать грамм 150 200 наверное со следами чего-то запариваемого вот такая вот финская сауна